По-разному можно смотреть на Библию. Я считаю, что это наше богатство, это богатство церкви, потому что в Библии собран опыт и откровения святых людей, которые имели возможность на каком-то уровне общаться с Богом. Но далеко не все люди имеют такую привилегию, такое счастье знать Бога близко и выносить из Божьего присутствия определенные откровения, записывать эти откровения и передавать нам эти откровения. Это наше богатство. Мы бы ничего не знали о Боге, если бы отдельные люди не встречались с Богом. Знаете ли вы, что любое откровение невозможно в обход Божьего присутствия? Любое откровение, получается, принимается только в Божьем присутствии. Откровение – это как открытие, как ученые делают опыты определенные и потом делают научные открытия благодаря опытам. Так точно и в духовных вопросах. Благодаря духовному опыту и только духовному опыту человек получает определенные откровения о любви Божьей, о силе Божьей, о мудрости Божьей, о характере Божьей, о воле Божьей. Невозможно что-либо знать о Боге, невозможно получить никакое откровение, не оказавшись в присутствии самого Бога. Поэтому богатство наше заключается в том, что отдельные люди на протяжении истории и Израиля Древнего, и Церкви Ранней, и наших дней, они проводили время в близости с Богом, в присутствии самого Бога. Мы так выражаемся, наш язык очень ограниченный. Что такое присутствие Божье? С одной стороны, Бог везде присутствует, с другой стороны, иногда Бог позволяет переживать свое присутствие. Даже такое часто наблюдается, что люди сидят в одной церкви, слушают одну и ту же проповедь. Один человек ничего не переживает, а другой человек очень бурно переживает Божье присутствие. Так вот, что интересно, что именно в Божьем присутствии происходят самые важные вещи. Можно читать Библию, можно ездить по конференциям, можно состоять в самой лучшей церкви, можно слушать хорошие проповеди. Я пришел к заключению, это не меняет нашу жизнь. Можно прочитать самые выдающиеся откровения, можно прочитать откровения Авраама, Исаака, Иакова, откровения Петра, а в моей личной жизни это ничего не меняет. И я вот говорю, как понимаю, Библия не меняет людей, даже молитвы не меняют людей. Это все средства, которые нас направляют в Божье присутствие. Но по-настоящему единственное есть место во Вселенной, где человек может изменяться, где человек может адекватно по-божьему оценивать ситуацию, прозревать, быть просвещенным светом Божьим. Это в Божьем присутствии. Это в Божьем присутствии. Даже я наблюдал такие вещи, когда пророк или человек Божий может принести мне Слово Божие для меня, а оно меня тоже не меняет. Не меняет меня. Я не способен его понимать. Я его не воспринимаю. Это Слово открывается опять же в Божьем присутствии. Как написал апостол Петр, что ни одного пророчества невозможно разрешить самому собою. Ты их даже не понимаешь. Сколько бы тебе откровений не принесли, ты их не понимаешь. Есть целая книга Откровения, последняя книга Библии. Ну и что? Много мы там понимаем. А вот Иоанн понимал. Почему? Потому что он там был. Потому что Бог ему позволил там быть. Потому что он изнутри это переживал. И вот что переживал, что был способен воспринимать своим уже интеллектом, то и записал. Потому не верю, что вообще что-либо может менять человека извне. даже чужие очень важные откровения, они нас не меняют. Нас меняет исключительно Божье присутствие. Это единственное место, где мы действительно прозреваем. Потому что Бог есть свет истинный, который просвещает всякого человека. Легко бы было принести откровение человеку, о, узнал что-то и прозрел. Но оно не так. По жизни мы наблюдаем, что оно не так. Поэтому мы все в этом смысле зависимы исключительно от Бога. Здесь не получится вот так эстафету передавать. И кто-то с большим и важным откровением ходит и как волшебной палочкой прикасается к людям, и люди прозревают. Оно не так. Ты наблюдаешь по жизни, что Бог сделал так, что исключительно от Него самого зависит наша мудрость, наше прозрение, наше мужество, наша смелость. Вот так сделал Бог. Вот что в этом смысле важно, что в Божье присутствие не получится войти с пороками. Вот что интересно. Если человек раздражен, если человек не прощает своего обидчика, если человек завистлив, если человек сплетник, если человек обидчивый сильно и носит горечь в своей душе, он просто не может войти в Божье присутствие. И вот такие люди, вот которые живут в таком, находятся в таком, остаются в таком состоянии, они практически лишают себя возможности быть просвещенным Божьим светом. Такие люди могут читать Библию, могут читать литературу, могут ездить по конференциям, могут даже проповедовать такие люди. Но опасность таких людей заключается в том, что они вот это свое состояние, вот это свое видение ситуации или мира начинают теперь оправдывать или объяснять другими текстами из Библии. И тем самым они эти тексты извращают и искажают. Потому что человек, получается, как бы пользуется Библией, хочет себя оправдать, но на самом деле это не тот дух. На самом деле, если бы человек вошел в Божье присутствие, он тогда бы истинно понимал ситуацию. И этого очень много. Очень много обиженных людей, например, не переживают Божьего присутствия. Давно, годами не переживают Божьего присутствия. Но в то же самое время эти люди каким-то образом оправдывают свое состояние, чтобы успокоить обличение совести. Они берут какие-то тексты в Библии и они как будто бы себя оправдывают. Ну, вроде бы же библейские тексты, вроде бы же он в согласии с Библией живет. Нет, не в согласии с Библией, не в согласии с Духом Святым такой человек живет. Человек, который войдет в Божье присутствие, он обязательно успокоится, он умиротворится, он отпустит всю тяжесть. Такой человек не будет злым и раздражительным. Такой человек не сможет быть зависимым. По-другому он не сможет оказаться в Божьем присутствии. Не получится. Следовательно, вот эти всякие похоти, зависти, мести, хитрости, жадности, алчности, которые сопровождают людей, жестокости, они не пускают нас в Божье присутствие. И мы можем жить, и мы можем это оправдывать, можем слушать проповеди, но у нас получается искаженное, извращенное представление и о Библии, и о текстах библейских. Отсюда рождаются и все ложные доктрины. Вот здесь и рождаются ложные толкования. Если человек живет во зле, продолжительное время в гневе живет, вот он и развивает всякую доктрину, сильно на справедливость делает акцент. Ему главная справедливость, любой ценой. И человек даже не замечает, что он продолжительное время злой и раздражительный. А выводит совершенно другую доктрину. Рождается целое учение. Почему апостол Петр написал, что в народе были лжепророки раньше? И в ваше время будут лжеучители, которые введут пагубные ереси. Потому что это ложный учитель. Он не сам от себя учит. Понятно, он опирается на Библию, этот учитель. Но почему он лжеучитель? Почему он вводит? Каким образом он вводит пагубные ереси? Что такое пагубная ересь? Это то, что отошло от стандартов Писаний. Это то, что уже не по Писанию. Вы же помните, что Христу даже сам дьявол цитировал Библию. Но как цитировал? Он говорил ему написано, ангелом твоим Бог заповедует. Если ты даже прыгнешь с храма, он поймает тебя и ногой не притнешься о камень. И Христу пришлось отвечать дьяволу, написано так же. Не искушай Господа Бога твоего. Но вот Христос действительно правильно понимал ситуацию и усматривал, что дьявол искуситель искушает его, при этом цитируя тексты из Библии. Этого много сплошь и рядом. Много людей живут в искушениях, потому что они не входят в присутствие Божьем. Там не кристаллизуются их мысли, не освещаются их мысли, не освещается их образ жизни. И человек в таком состоянии, читая Библию, ходит в церковь продолжительное время, и у него своя доктрина, у него свое объяснение ситуации. И я вот вспомнил, в Псалтирии есть, в 14-м псалме, очень важный текст. Там написано, Давид пишет, Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? И кто может жить на Святой Горе Твоей? Вот обратите внимание, не просто заходить там по временам, а жить. В другом месте Давид говорит, блаженно живущее в Доме Твоем. Он как бы, не то что с завистью, а как бы с такой печалью говорит, что есть люди, которым крупно повезло. Они могут жить в Доме Твоем, не просто посещать Дом Твой. Речь идет о храме. Он, скорее всего, имел в виду левитов, священников. И здесь Он говорит, кто может жить на Святой Горе Твоей? Тот, чей путь безупречен, кто поступает праведно, кто от чистого сердца говорит истину и языком своим не клевещет. Вот и все. Не клевещет человек языком своим, не принимает поношения на ближнего своего. Поношения будут. В мой адрес много поношений. Вопрос не в поношениях. Пусть они себе будут. Вопрос в том, что одни люди их принимают, другие не принимают. И вот человек чистый сердцем, он просто этого не принимает. А другой это наоборот собирает. И потому, вот как хочешь, так и понимай, ты уже в присутствии Божьи на гору Господню не взойдешь. Потому что ты на ближнего собираешь поношения. Это касается и меня. В равной мере. Если мне поступает информация о ком-то другом, если я это собираю и радуюсь этому, и смакую это все, я даже не замечаю, как мое сердце становится черстым, покрывается коркой такой, и я перестаю переживать Божье присутствие. Это очень опасно. Это очень плохо. Потому что я на ближнего, который мне почему-то не нравится, он мне просто не нравится. Он мне всегда не нравился, этот ближний. И я начинаю на него собирать компроматы. У меня антипатия к этому человеку. И я даже не замечаю, как я закрываю сам себе доступ в Божье присутствие. И все, мое сердце становится каменным. Я-то теолог, я там образование могу иметь, и все могу иметь. А вот в присутствие Божье я не войду. Потому что я собираю против ближнего свое поношение. И здесь написано дальше. Кто боящийся Господа чтит, кто клятву хранит, пусть даже себе во вред. То есть человек слова, человек, который не прыгает с кочки на кочку, от выгоды к выгоде. Человек слова. Вот держится того, что пообещал однажды. Это очень важно оказывается в глазах Божьих. Оказывается, что если ты нарушаешь слово, уже на гору Господню не взойдешь. Уже не получится. А потому что ты раз по ситуации поменял слово. Ну, знаешь, ситуация изменилась. Да, но ты же давал слово. Ну, да, давал. Ну, ты же сам видишь. И что теперь мне? Потерять там доход какой-то? Или извини. Вот и все. И мы даже не замечаем, как уже в присутствии Божьей ты не войдешь. Уже на гору Господню не взойдешь. Ты вроде бы в ситуации выиграл, но в дальносрочной перспективе ты проиграл. Ты закрыл дверь туда, где проясняется твой разум. Где ты адекватно, по Божьей видишь ситуацию. А сейчас ты не по Божьей видишь ситуацию. Сейчас ты по ситуации ориентируешься. Сейчас она тебе выгодна. Вот ты и ориентируешься. По плоти исключительно, из корысти. И дальше написано, кто дает в долг не ради выгоды, кто против невинного взяток не берет. Поступающий так человек никогда не приткнется. Какое мощное обетование. Вы понимаете обетование, да? Человек, который так поступает, он никогда не споткнется. Вы представляете, какое обетование Бог дал? Бог подписался под этим. Ты никогда не запутаешься. Ты никогда не запутаешься. Ведь это так важно, прожить жизнь и не запутаться, прежде всего, в голове. Это же так важно. Оказывается, это связано с такой чистотой сердечной. Если ты не соблюдаешь эти принципы чистоты внутренней, ты не входишь в Божье присутствие. Ты споткнешься. Ты можешь быть очень сильным стратегом, на несколько ходов вперед все продумывать, но правдивый и праведный дальновиднее хитрого. Хитрый все равно поймается. Поздно или рано, хитрый поймается, а праведный никогда не поймается. Никогда. Скажите аминь. Праведный никогда не поймается, потому что он ходит путями правды, потому что там нет даже западни на путях правды. Там нет даже капканов на путях правды. Их просто там нет. Господь охраняет стезю праведного человека. Вот и все. И получается, что многие люди предпочитают вот так по жизни юлить, хитрить. И таким образом у них рождаются кривые разные доктрины. И они уже толкуют Библию по-своему. В Библии, например, написано, что откровение Господа верно, оно умудряет простых. Что это значит? Это значит, что у тебя открываются глаза, и ты получаешь мудрость в ситуации. Но опять же, это откровение невозможно за пределами Божьего присутствия. Потому что откровение – это открытие, которое делает человек, оказавшись в каком-то духовном опыте. Человек что-то переживает, и ему это открывается. Поэтому опыт, то есть переживание духовное, оно первично. А откровение всегда вторично. Невозможно получить откровение за пределами опыта. Опыт – самое важное. Переживание Бога – самое важное. Присутствие Бога – самое важное. Там вся истина. Истина у Бога. Истины за пределами Бога нет. Поэтому если я хочу по-настоящему понимать чистую истину, а не искаженную, мне надо идти в присутствие Божье. Именно там открывается истина. Если я не иду в присутствие Божье, у меня будут вывернутые мозги. Я тогда даже и истину искажать буду. И я буду думать, что ж такое. Вроде бы в Библии написано, а в жизни вот обломался. А в жизни не получилось, потому что мы извращаем тексты Библии, как дьявол извращает их. Потому есть единственное место – это присутствие Божье, где всегда присутствует чистая вода и чистая истина. Откровения Господа праведны. Они все чисты. Закон Господа чист. И что интересно, что как только ты находишься в близости с Богом, переживаешь Божью благодать, Божье присутствие, Божью славу, Божью силу, ты начинаешь понимать определенные вещи. Именно там, именно в тот момент у тебя просветливают глаза, и ты начинаешь понимать определенные вещи. Ты бы никогда их так не понял, если бы ты не был там возле престола. Ты бы их никогда не понял. Даже если бы тебе советовали благочестивые люди, ты бы их не принял. Ты бы их не принял. Они тебе непонятны. Ты их просто не примешь. А возле престола у тебя открывается. Ты начинаешь понимать истину так, как ее видит Бог. Ты выигрываешь. Потому опыт переживания Бога всегда первичны. А откровения вторичны. Это как вывод, который человек делает. Вот оно что. Вот как нужно поступить. А откуда ты узнаешь это? В присутствии Божьем ты это узнаешь. И что еще интересно. В этот же момент, как тебе открывается определенная истина, она существует. Повторяю в который раз. Она всегда существовала и будет существовать. Это истина. Как законы в мире физическом. Они всегда существовали. Но в определенный момент ученые открыли их. То есть обнаружили. Оказывается, есть такие законы. Так точно и духовные истины. Они всегда существовали. Они всегда. Они вечны. Они божественны. А вот открыть это для себя. И понять, какие духовные законы существуют. Это совсем другое дело. Поэтому человек, который приближается к Богу, у него открываются глаза. И он начинает понимать чистую истину, чистые законы. И одновременно он начинает это видеть в жизни других людей. Прямо тексты из Библии всплывают. Оказывается, Давид это понимал. Павел это понимал. А раньше ты этого не видел. Ты читал эти тексты у Павла или у Петра, а ты их не понимал. Потому что только теперь эта истина тебе открылась. И оказывается, она была известна и другим святым людям в Библии. И они об этом писали. А ты просто ее не понимал. Ты просто ее не понимал. Ты читал буквы, ты читал тексты, а истины ты не видел. Вот интересно, как Бог посылает Петра к Корнилию. И Петр сопротивляется. Потом приходит в дом Корнилия и говорит, истинно познаю, Бог нелицеприятен. Хочется спросить Петра, ты что шутишь? Ты что первый раз в жизни понял, что Бог нелицеприятен? Ты что хочешь сказать, что ты именно сейчас понял, что Бог нелицеприятен? Похоже, что да. Похоже, что да. Похоже, что у человека было какое-то понимание того, что Бог нелицеприятен. Но не до такой же степени, чтобы Корнилий, который язычник, да еще и оккупант, захвативший израильскую землю, был богоугодным человеком. Но не до такой же степени Бог нелицеприятен. А вот во всей полноте, во всем совершенстве понять, что Бог нелицеприятен, и Он не смотрит на лицо человека, можно понять только, пережив определенный опыт. И Бог позволяет Петру пережить этот опыт. Петр приходит в Иерусалим, и там все же братья, крещенные Духом Святым, апостолы, поставленные Христом, а они этого не понимают. Петр начинает им объяснять, а они этого не понимают, им сложно это воспринять. И уже в завершение этой беседы некто, Иаков, встал и сказал, «Братья мои, послушайте меня, Симон рассказал нам, как Бог с самого начала проявил заботу о том, чтобы из язычников составить себе народ». Вдумайтесь в слова. Оказывается, Бог с самого начала, из начала, одни первых в синодальном переводе. Значит, Бог давно определил язычников ко спасению, и с этим согласны слова пророков. И Он начинает цитировать пророков. Хочется спросить, друзья, а вы что, раньше пророков не читали? Друзья, вы что, первый раз читаете Священное Писание? Вы что, не видели раньше, что пророки об этом говорили, что Бог восстановит с кинью Давидову, что все народы обратятся, что язычники будут вместе с Его народом славить Бога? Вы что, первый раз читаете это? Читают-то они не первый раз, а понимают первый раз. Понимают первый раз. И когда оно открывается, люди начинают понимать определенные вещи, но это только благодаря тому, что Бог их провел через определенный опыт. Потому когда люди со стороны судят, скажем, о крещении Духом Святым, это со стороны взгляд. Человек, только переживший такой опыт, может что-то понимать. Человек, который никогда не прощал обидчика или не может простить обидчика, он не знает, что такое прощение. Он не проходил через такой опыт. Человек, который не прощал долги, он не знает, что это за опыт. Он может только со стороны об этом судить. Вот понимаете, как я сказал, когда человек в состоянии обиды или раздражения живет продолжительное время, он попадает в обольщение, потому что он же продолжает в церковь ходить, он же продолжает Библию читать, он же продолжает каким-то образом объяснять свое это состояние и даже оправдывать свое состояние и подбирать это состояние текстами библейскими. Это я беру на себе смелость сказать, это человек обольщенный. Человек, находящийся в обольщении. Сколько бы он Библию ни цитировал, какие бы доктрины он ни находил, он находится в обольщении. Это очень опасное состояние. Почему? Нам известно из истории Лютер, который получил от Бога колоссальные откровения об оправдании верой. Это было огромное откровение, которое перевернуло тогдашнюю Европу, перевернуло католический мир. Но этот же Лютер обиделся на евреев. И этот же Лютер, находясь в состоянии обиды, ссылаясь на те же тексты библейские, начал показывать, что ваш отец дьявол, и он стал цитировать буквально, что дьявол является отцом еврейского народа. Мы должны сжечь их синагоги, мы должны разрушать их дома, мы должны изгонять их из Европы. И человек так увлекся этим, а потому что находился в состоянии обиды. Он развил целое учение, целую доктрину развил, отношение к еврейскому народу. Представляете, человек, которому Бог дал откровение, и который был способен воспринять это откровение об оправдании верой, попал в такую западню. Тот же самый человек. И это случилось не только с Лютером, это случилось с апостолом Петром, если вы помните. Это, кстати, сознательно написано в одной и той же главе, в 16 главе Евангелия Матфея. Там написано, что когда Христос спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди, сына человеческого, они отвечали разное. Тогда он спросил учеников, а вы за кого меня почитаете? И Петр, как мы уже знаем потом, озаренный, да-да-да, озаренный присутствием Божьим, потому что Христос его называет блаженным. Ты не просто лучше других выучил этот урок, и все вместе учили, все вместе со мной ходили, но ты блажен, потому что тебе это открыл Отец. Озаренный Божьим присутствием, Божьим милостью, человек говорит, ты сын Божий, ты сын благословенного, ты сын Бога Живого. И здесь же, здесь же, через два стиха, Иисус запрещает ученикам своим и говорит, чтобы никому не сказывали, что Он есть Христос. И Он начинает говорить ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. И этот же самый человек, апостол Петр, говорит ему, начал прикословить и сказал, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Здесь написано очень сжато, одна фраза, но там упоминается, что Петр его отвел в сторону и начал прикословить. То есть, похоже, это была своеобразная перепалка. Христос ему говорит, слушай, таково определение, все пророки, ты должен серьезно к этому относиться. Я иду, как написано, а как же сбудутся Писания? Но человек начал говорить из сострадания, из жалости, а что будет с нами, как мы будем дальше жить, что ты себе вот такое надумал. И Христос был вынужден сказать ему, отойди от меня, сатана, ты мне с областью. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вот я хочу сказать, что многие из нас думают и говорят не то, что Божие, а то, что человеческое. Многие из нас, вставая за кафедру в том числе, говорят не то, что Божие, а то, что человеческое. То, что человеческое нам ближе, намного ближе, чем то, что Божие. Потому что, чтобы думать и говорить то, что Божие, надо быть в присутствии Божиим. А говорить то, что человеческое, намного проще. И в этом мы виновны. И родители, и лидеры домашней группы, и пасты, и служители, и епископы, нам намного ближе то, что человеческое. И поэтому мы берем то Слово Божие, но говорим то, что человеческое. Потому что, если бы мы были в присутствии Божьем, мы бы не говорили то, что человеческое, мы бы говорили то, что Божие. Поэтому хочется спросить, из какого состояния сердца вытекают твои выводы? Когда ты делаешь выводы? Когда ты делаешь заявления? Когда ты ставишь лайки? Под чем ты подписываешься? Что ты утверждаешь? Что ты насаждаешь? Что ты распространяешь? Под чем ты подписываешься? Под чем ты подписываешься? Чему ты отдаешь свой голос? Говоришь ли ты это, как слова Божии? Или как человеческие? Из какого состояния сердца вытекают твои откровения? Из какого состояния сердца вытекает твоя оценка ситуации? Помните у Римлян 8.5 Живущие по плоти о плотском помышляют Обратите внимание, что как ты живешь, так ты и мыслишь Прежде всего ты живешь, потом ты и мыслишь И потому, если ты живешь по духу, то отсюда твои понимания и толкования Не наоборот Если ты живешь по плоти, так ты и объясняешь вещи, так ты и мыслишь Твои помышления – суть вражда против Бога Даже если ты стараешься придать этим помышлениям хороший вид Даже если ты эти помышления подпираешь текстами из Библии Ты живешь по плоти, потому ты мыслишь по плоти И как бы ты ни старался, твои помышления враждуют с Божьими помышлениями и с Божьей волей И потому есть единственное место – это присутствие Божье, где мы исцеляемся, где мы прозреваем. Посмотрите, как важно и интересно написано, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Получается, если ты сам нарушил, ты так и учишь людей, ты так и понимаешь, ты так и видишь ситуацию, ты же так живешь. И потому и Павел сказал Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. А в новом русском переводе написано, будь осторожен в жизни и по учениях. Будь осторожен в жизни и по учениях, живи праведно и проповедуй истинные учения, и тогда ты спасешь и себя, и тех, кто слушает твои проповеди. Еще раз, как ты живешь, так ты будешь проповедовать, ты будешь оправдывать свой образ жизни, ты будешь его объяснять, ты будешь его обыгрывать разными текстами. Поэтому Павел говорит, будь очень осторожен в жизни и в поучениях. Если живешь праведно, будешь праведно и видеть ситуацию. Значит, будешь ходить во свете Божьем и будешь учить, потому что Господь и свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Еще один текст в заключении, и мы придем к трапезе. Очень важный текст описан в 1 книге Царств 15 главе. Здесь рассказано, как Господь дает слово и повеление царю Саулу уничтожить Агага и Амалика, да, Амаликитян. И вот интересно, слово Божие, это же столько чести, это же столько уважения к человеку, Бог дает ему личное поручение. Это значит, Бог настолько уважает человека, что лично к нему обращается со словом через пророка. И вот как Саул обращается со словом Божьим? Я бы сказал, Саул его не понимает. Саул ловит определенные там моменты, но он не понимает Бога, потому что, чтобы понимать Бога, надо быть в присутствии Божьем, чтобы его слово понимать и толковать, надо пребывать в присутствии Божьем. Мы знаем, что Саул особо не напрягался по этому поводу. И потому, когда он уже победил, он возвращается, он в таком настроении, он в таком ударе, что он успевает до встречи с Самуилом уже поставить себе памятник. Если вы внимательно там читаете, нет времени. Он успел съездить и поставить себе на возвышенности памятник, потом сел в колесницу, приехал в Галгал на встречу с пророком Самуилом. Вот посмотрите, какое разное у них настроение. Саул же тоже в Бога верует, это же не атеист. Он же тоже выполнил слово Божье. И он несколько раз в ответ на претензии пророка Самуила говорит, я тебя не понимаю, я пошел в путь, я исполнил слово Господа, я уничтожил Амалика. Вот если читать внимательно, Саул в таком восторге, он считает, что он вообще на пять выполнил работу, а Самуил в отчаянии. Всю эту ночь Саул готовился, лепил себе памятник. Всю эту же самую ночь Самуил лежал на земле и плакал, потому что понимал, что с Саулом все кончено. Саул видит ситуацию, как восход солнца. Самуил видит ситуацию, как закат солнца. Закончилось царство Саула. И когда Самуил говорит Саулу, послушай, что сказал мне Господь ночью, тот с таким восторгом говорит, скажи, что Господь сказал. Он даже не подозревает, у него нет даже чувства вины, у него нет чувства тревоги. Он совершенно не понимает, что он нарушил слово Божие. Он не понял слово Божие. Он его превратно понял, он его превратно, он говорит, а что здесь такого? Люди сказали, заберем лучшее из добыч, маловажное, мы уничтожили. И вот я все это читаю и думаю, какая же опасность существует так поверхностно относиться к Слову Божьему. Вот так просто избирательно. Вот так люди решили, вот так мы потолковали, вот так мы видим ситуацию, вот так и поступили. И только человек, который проводит время в присутствии Божьем и трепещет перед Словом Божьим, он не приткнется вовек. Он не приткнется вовек. Потому очень хотелось бы передать это послание сейчас. Когда мы сегодня живем, версий существует множество, проповедников большое множество. Так и написано, что люди, учители будут уловлять народ, будут льстить слуху, чтобы за ними шли сегодня повсеместно этого. Так много всего. Потому хотелось бы сегодня всех нас воодушевить и вдохновить. Не бегайте за проповедниками. Не бегайте книги, конференции, церкви, проповеди. Все это на своем месте. Но у нас есть один, единственный источник. Источник нашей силы, источник мудрости, источник святости. Где очищаются наши мысли, где очищается наша душа. Это Господь наш Иисус Христос, через Который мы приходим прямо к престолу благодати. Давайте поднимемся на ноги, пожалуйста. Если совсем просто сказать, я прошу вас, закройте глаза, да. Совсем просто сказать, как давно ты вот сознательно, целенаправленно выключал телефон и просто искал Божьего присутствия. Не потому, что ты заболел, не потому, что у тебя что-то случилось, что-то стряслось. Не потому, что тебе нужна помощь или деньги. А просто ты говорил, Господь, я хочу провести время с тобой. Как давно это было? Насколько серьезно это было? Насколько много жажды остается в твоем духе, в твоей душе? Потому что по мере сближения с Богом уходят все шлаки, уходят все камни с пути. Душа становится очень легкой и чистой. Душа становится праведной в присутствии Господа. Это так важно. Господь Иисус, я молюсь вместе со всеми братьями моими и сестрами моими. Господь, я нуждаюсь в Тебе. И те из нас, которые позабыли это место встречи, эту тайную комнату, прими наше покаяние, Господь. Прости нас. Прости, Господь. Вопрос не в том, я знаю, что Ты легко прощаешь. Я знаю, что Ты даже не держишь и обиды на нас. Господи, но я прошу Тебя, поверни нас. Поверни наше сердце и мысли к Тебе. Увлеки нас, Господь. Увлеки нас. Увлеки нас. Увлеки нас. И мы побежим за Тобою. Увлеки нас. Я молюсь, я чувствую, что Дух Твой молится через меня сейчас. Увлеки нас, Господь. Увлеки нас. Туда, где Ты ходишь, туда, где Ты обитаешь, туда, где Ты царствуешь, туда, где Твоя воля, Твоя слава, Твоя сила, Твоя премудрость. Увлеки нас туда, Господи, в те места сокровенные, в те места чистые, в те места славные, где много света, где тьма убегает, где всякая злость покидает наше сердце, где всякие страхи покидают наше сердце. Где мы начинаем видеть так, как Ты видишь, Господь, где глазною мазью мажут наши глаза, Господь, и мы начинаем видеть по-другому жизнь, по-другому ситуацию, Господи. Я прошу Тебя, увлеки Церковь Твою туда. Ты сделаешь эту работу, Господь. Мы поворачиваем наше лицо к Тебе, наш дух к Тебе, Иисус. Иисус, ибо только у престола Твоего, только у креста Твоего мы получаем истинное понимание вещей, мы прозреваем. Господь, мы благодарим Тебя за счастье и за привилегию быть в завете с Тобой. Мы благодарим Тебя, что можем к Тебе приходить во всякое время, просто как дети приходят к Отцу. Я благодарю Тебя, что мы сегодня будем протягивать руку и брать кусочек этого хлеба, символ Твоего тела. Иисус, я прошу Тебя, пусть это сблизит нас. Во имя Иисуса Христа, пусть это сблизит нас навсегда. Пусть наша дорога с Тобой постоянно сближается до тех пор, пока она станет одной дорогой. Я не хочу идти своей дорогой. Я отказываюсь идти другой дорогой. Я отказываюсь идти своей дорогой, Господь. Ты есть путь и истина, и жизнь, Господь. Я становлюсь на Твою дорогу. Ты моя дорога, Господь. Ты мой путь, Господь. Я выбираю идти по этому пути. Я свою волю покоряю воле Твоей. Я свои дни отдаю в руки Твои и в волю Твою, Господь. И избавь меня от всяких капризов плоти, от всякой гордости и похоти. И избавь меня от того, что противна воле Твоей, что огорчает Тебя и раздражает Тебя. Господь, я хочу жить в унисон с Тобой. Я хочу, чтобы моя и Твоя дорога была одна дорога, Господь. Уважаемые друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Я надеюсь, Дух Святой мог служить вашим нуждам посредством этой передачи. Напишите нам об этом ниже в комментариях или прямо на адрес нашего служения. Если у вас появились вопросы или вам нужен совет или молитва, пожалуйста, не стесняйтесь писать нам по адресу, который сейчас видите на экране. В нашем служении функционирует Международный Духовный Центр Помощи, в котором принимают участие опытные душепопечители и наставники из разных стран мира. Особая благодарность партнерам служения за их финансовый вклад, благодаря чему мы можем служить нуждам большого числа людей. Если вы желаете поддержать наше служение материально, вы можете узнать о наших проектах, а также методах пожертвований по адресу, который сейчас видите на экране. Будьте активны, становитесь частью команды служения. Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова